Слава Господу и Сыну, и Страдову, и мы, и пресной в обе и векам, аминь. Здравствуйте, дорогие друзья, зрители телеканала «Союз» и слушатели радиостанции «Воскресенье». Сегодня в нашем эфире очередной выпуск программы «Архипастырь», и к нам в студию пришел первый епископ Нижнего Тагила, новый архиерей Русской Православной Церкви, епископ Нижнетагильский Исеровский Иннокентий. Владыка, здравствуйте! Благословите начало программы и наших зрителей. Спасибо, Господи. Владыка, Вы стали первым епископом вновь образованной епархии. В 20-е и 30-е годы на этой земле несли свое служение несколько архиереев, но это были векарные архиереи Екатеринбургской епархии. Вы же стали первым правящим архиереем. И уже хотите Вы этого или не хотите, но Вы уже вошли в историю как первый епископ Нижнетагильской епархии. Вот Вы как-то чувствуете и вообще как Вы ощущаете эту ответственность перед Богом, перед историей, перед людьми за то служение, на которое Вас направили Святейший Патриарх и Священный Синод? Ну, это очень важный вопрос и, можно сказать, определяющий для первых моих недель пребывания на этой земле. Я не просто чувствую эту ответственность, я ее почувствовал еще, когда Святейший Патриарх поручал мне это служение. Это не ответственность серьезная и невероятная, но смысл в том, что ее нужно теперь оправдывать, то есть теперь нужно делать и делать так, чтобы стать вровень с этим важным очень поручением церковным. Ну, я, насколько знаю, вот векарный архиерей, допустим, там, по-моему, Лев Терепанов, да, был такой Владик Лев Терепанов, и когда-то одно время Нижний Тагил стал, объединил как бы Северный и Западный Урал, или Южный и Западный Урал, это было плотно противодействия обновленчеству. Я понял так, что это было, эта область действовала как самостоятельная епархия, но несмотря на то, что был векарий, видимо, она не была утверждена, поэтому все-таки это продолжение, конечно, традиции, но я бы хотел просто вровень стать с этим важным делом. Я чувствую, как вот уже много было служений, и как люди просто, кстати, у вас довольно неплохие сюжеты, как-то вы умеете дать микрофон, или просто все люди такие серьезные, и они как раз на это обращают тоже внимание, они так, просто вот этот статус, он не просто статус такой церковно-юридический, а он, конечно, нравственный, глубоко нравственный. И потом очень много на богослужениях сейчас народу всех приходится причащать, и помазывать, и благословлять, и в глазах я вижу очень много любви и такого искреннего принятия этого. Хочется ответить тем же, быть на этом уровне всегда. То есть первое впечатление, что люди восприняли, и люди рады. Именно, да, именно такое. Они рады, и многие говорят об этом, о значении. Ну, а теперь вы наш, теперь у нас свое. И действительно, наверное, основная цель это все-таки служение, это быть с людьми вместе, быть в гуще этой жизни, утешать людей, кормлять их и быть для них, в общем, архиереем, пастырем их. На уровне общин даже. Владыка, а вот епископское служение, оно насколько сильно отличается от священнического? Ведь вот вы 20 лет были секретарем Владимирской епархии. Ну, во-первых, секретарь епархии, я зрителям, которые, может быть, не очень хорошо это знают, это фактически второе лицо в епархии после Владыки. Плюс вот на такой очень древней кафедре с тысячелетней историей. То есть вот ваше служение там было, ну, очень-очень ответственное, очень серьезное. И вот все-таки священническое, епископское служение, они как-то вот отличаются? Да просто совсем другое. Это можно понять, наверное, только став епископом после священника. Я даже боюсь это объяснять. Это священное что-то в этом есть, что-то такое, знаете, невероятное. Потому что то у тебя было, ну, было очень много обязанностей, и было много очень трудов в той епархии. Потому что Владыка Ивогия, он такой очень трудолюбивый архиерей. И действительно большой был круг ответственности у меня. И это и архитектура, и реставрация, и строительство новое, и внешние связи, и работа отделов всех. Ну, в общем, много скучать не приходилось. Но это совсем другое. За собой всегда стоит кто-то архиерей, кто принимает решения. Даже если они коллегиальные, если они как-то обсуждаются, и даже если тебе доверяют в чем-то, но все равно архиерей есть архиерей. Это сравнить не с чем. Это очень высокая степень ответственности. И теперь я смотрю на свою просто паству, и вижу, что это, она обширная очень. У меня был еще там монастырь свой, такой маленький. Но несравнимо просто. Несравнимо. Володяка, вот наши зрители, уже радиослушатели и читатели православной газеты, они знают, что по светскому образованию вы архитектор. И вот хотелось бы немного поговорить на эту тему. Как вам видятся перспективы развития церковной архитектуры? Насколько она вот замерла в своем развитии, и насколько какое-то движение вперед вообще возможно? Ну, я, наверное, буду выражать свое мнение. Мне кажется, что она и замерла, и в то же время могла бы развиваться. На самом деле церковная архитектура – это чрезвычайно сложная область. Это так же, как любви к церковному искусству, это часть предания церковного. И ее также нужно осваивать во всей своей полноте. Это и Византия. Если мы возьмем архитектуру византийскую, русскую, или греческую, или просто целиком архитектуру, до романику, например, то мы увидим, что это очень сильные, так сказать, образы архитектурные. И везде своеобразные архитектурные формы. Я думаю, что вот у нас пока не сложилось... Ну, мы повторяем образцы, копируем. В Сибири, может быть, вот тут несколько храмов есть. Есть отдельные удачные постройки, но это всего лишь или парафраз такой, весьма гражданский, что ли. Много светских архитекторов делают архитектуру. То у нас как-то нет... Если и за иконописью, за ее развитием еще как-то этот процесс отслеживается, и он в рамках Москвы, Патриархии как-то наблюдается, выставки вот более недавно такие большие, то процесс архитектуры не очень. Потому что, если мы вспомним, ну, даже возьмем XIX век, возьмем архитектуру, типовую церковную архитектуру, Тона, допустим, да, мастерской Тона. Вы сейчас берете альбом, и вы находите храм, любой, так сказать, типовой храм. Но это очень грамотно составленная архитектура, правда, своего такого образца, несколько тяжеловесного. Но она абсолютно функциональна, абсолютно такая с точки зрения эстетической решена. Стилистика очень четкая, пропорция. Как-то беру любой храм и строй. Сейчас же мы видим, что может, нет единого какого-то... Я не говорю, что она должна быть одинаковая. Нет исследования архитектурного процесса. Но, может быть, вот это произойдет на базе, скажем, там, архии. Сейчас там, я знаю, есть попытки сделать какой-то курс. Но пока это, вот, иногда самодеятельность просто. Ну, а вот эта вот остановка, когда либо копируются уже имеющиеся образцы, либо что-то такое вот строится не очень удобоваримое, это связано вот с 70-летним вот этим перерывом традиций? Да, наверное. По-любому, перерыв традиций, он отражается на всем. А архитектура, как вам всем известно, наверное, зрителям тоже, она формирует сознание, она формирует образ. Мы имеем тогда произведение, высокое произведение церковного искусства, когда мы видим художественный образ. Чтобы этот образ художественный сложился, нужно очень серьезное исследование, работа. Не в рамках одного даже поколения. Нужны какие-то этапы проходить. Может быть, это будут этапы, ну, не знаю, осваивающие какую-то определенную часть наследия. Потом, когда они все сливаются вместе, то они дают, конечно, результат. Но это так же, как с иконописи, вот такой же процесс. И мне кажется, что нужно еще ждать каких-то результатов. Но силы есть архитектурные. У нас в Владимире была хоть небольшая архитектурная мастерская. Вот у нас было двое архитекторов. Мы работали в таком творческом тендеме. Обычно с епархиальным архитектором. Он пришел в первые годы еще церковного возрождения. Вот уже 20 лет как он работает. И были разные постройки. Иногда что-то удавалось. Но чаще всего, конечно, мало удавалось. А насколько в православной архитектуре допустимы эксперименты с какими-то крайними формами? Ну, вот то, что вы назвали всяческие остекления. Или взять протестантские храмы, которые могут иметь вообще самые разные формы. Они очень выразительные. Насколько это в православной архитектуре допустимо с вашей точки зрения? Я даже в Баварии видел один протестантский храм. Мне показали, архитекторам беседовал очень хорошо излагающую идею. Но, понимаете, архитектура обладает своим языком. Она не может идею копировать. То есть, ну, как вот рассказывать не может. То, что можно написать в книге, то можно написать в книге. То, что можно нарисовать, то можно только изобразительным языком. Что-то в музыке можно сказать. Так и в архитектуре. Нельзя в нее, кстати, в литературное содержание вложить пунктуально. Ну, вот они пытаются иногда это сделать, а полет изображает какой-то плоскостью стеклянной. Я думаю, что в нашей архитектуре, в русской, конечно, она традиционна. Но она традиционна до определенного предела. Потому что, если мы возьмем, допустим, когда появился храм купольный, возьмем там, ну, Софию, да, или там Айрини еще раньше храм, или Вакха, то мы увидим всем другую архитектуру. Если мы, у нас пришли откуда-то эти вот барабаны с куполами, их много, чем больше, тем кажется лучше. Но не всегда. Мы, например, отошли от традиции шатровой такой архитектуры. Ну, по понятным традициям, по понятным причинам в истории искусства. Но мне кажется, что вот вы спросили про новаторство. Наверное, новаторство может быть. Я сторонник тоже новаторства. Если это новаторство, так сказать, имеет основание в духовном размышлении, вот в осмыслении в духовном. Вот как у иконописцев бывает, что человек, иконописец хороший, расчищает границу между образом и первообразом, так убирает все лишнее. И тогда мы к первообразу стремимся, как молитва для глаз, как бы для нас путь туда, прямо внутрь. Также в архитектуре это может быть. И для этого самые современные могут быть средства. Но это нужно будет просто, не знаю, озарение, чтобы какое-то было у того, кто сделает новаторскую вещь, в которой будут использованы какие-то отдельные элементы. Скорее всего, мы же не достигаем таких образцов, как София, допустим. Мы как бы отошли от этого, и могут быть очень сильные на пути элементы. Вот все, из чего мы делаем архитектуру, это отдельные элементы. То есть, они как из кубиков мы складываем обычно, получается зачастую просто такая эклектика иногда. Но если эти элементы собрать правильно, если трансформировать какие-то из этих элементов, то может получиться произведение. Действительно, я думаю, что новаторство возможно здесь. То есть, архитектура православная, она вся тоже пронизана определенными мыслями. Ну, конечно. И вот это новаторство, оно должно помогать выражать определенные мысли, а не просто быть оригинальней, чем ее. Ну, конечно. Хорошо. Есть такие априори требования к произведению искусства. Оно должно быть гармонично, оно должно быть, так сказать, иметь образную структуру свою четкую. Это априори, то есть, это всегда. Оно всегда должно красиво всегда быть. Когда мы делаем что-то некрасивое, и мы должны... Люди разучились чувствовать красоту иногда. Трях тут как-то сказал тоже очень хорошо о том, как мы должны видеть прекрасно. И священник должен это, учиться видеть это. Если он этого не видит, то он объединяет себя и, естественно, своих прихожан. Хорошо. Но в таком случае привлечение к проектированию храмов светских архитекторов, зачастую, может быть, даже неверующих архитекторов, вот оно тогда что вообще может дать и к чему привести? То есть, когда человек, грубо говоря, не понимает, что он делает? Да нет, или знаете, как у нас, к сожалению, еще... Ну, это моя вот такая боль, потому что я много... Я тоже занимался специально там храмами, а просто приходится... У нас во Владимирской епархии было более 500 храмов. Ну, я имею в виду всех и руинированных, просто вот числилось по реестру. Это очень много на такую... Сейчас территория Ниждагильской епархии в три раза больше Владимирской области, и тут их несколько, ну, может быть, там десятков только. Но я думаю, что нужно все-таки стремиться к тому, чтобы светская архитектура, светское творчество получало свою церковную сторону, чтобы оно выцерковлялось, что ли, так, если можно сказать. Отдухотворялось. Отдухотворялось, разумеется, раз будет выцерковляться, духотворяться. И есть такие архитекторы, но нужна школа, конечно, школа. Нужен процесс какой-то, чтобы был костяк такой, потому что без этого костяка очень трудно на нем нарастить мясо. Ну, и, конечно, архитекторы церковные, когда они есть, они даже, наоборот, более, ну, так смело, что ли, как-то развиваться с точки зрения технической. Ну, такой взаимный процесс. К сожалению, у нас иногда просто вот батюшка нашел кого-то. О, хороший архитектор. Ну, и он и делает. А то и не архитектор, а какая-то мастерская, там, какой-то там, чуть ли не строитель, прораб. Нужна дисциплина в этом деле, четкая политика, ясная. Ну, прежде всего, дисциплина. Хорошо. А вот если говорить об иконе, иконопись – это замерзшее искусство или развивающееся? Не развивающееся. Это просто динамично развивающееся искусство. Как ни странно, может быть, показаться. Мы видим это по выставкам и по отдельным работам. Может быть, нет такого. Очень много же храмов открывается, вы понимаете. И очень много бригад. И все это на предмете какого-то личного, зачастую, вкуса. Вот это плохо. Но мы, если видим, например, иконы, там, не знаю, Чашкина или Соколова, да, или там Ирина Зарон, или там Давыдова, то мы понимаем, что это мастера. Или там Сеяния Покровская, допустим. Они разные все, но в них есть основа. Одни более декоративные, другие. Это уже школы целые. И надо к этому серьезно относиться. Я думаю, что это находит свое выражение. Вот на последней выставке в Манеже, которая была в прошлом году, мы видели почти что такие вот серьезные школы. К сожалению, они растворяются в общем потоке, зачастую очень посредственной живописи. А вот кто они, вот такие современные иконописцы? Это люди, которые должны вести, ну, какой-то определенный, хотя бы чуть-чуть аскетический образ жизни, или просто иметь профессиональные навыки, закончить художественное училище и все? Ну, я еще раз хочу сказать, что позиции вкусовые или позиции профессиональные, там, колорит, пропорция, какое-то мастерство, чувство поверхности, это все априори, это все должно быть как минимум, как просто основа, о которой мы забываем и говорим, что это есть. Не обсуждаем. Не обсуждаем, да. А вот все остальное, это очень сложно, это путь. Вот такой путь прошел отец Зино, анархимандрит. Считаю, что это самый главный и важный пример для наших иконописцев, потому что если мы берем за основу просто Рублева и начинаем его слепо копировать, да еще так, знаете, анемично, по-девичьи, или там как-то очень робко, по-ученически, то это получается совсем такой вялый язык, который нечленно раздельный, и мы это как в литературе, как в речи, как везде, как в образе, как в пене. И поэтому Атель Зино прошел этот путь. Он вернулся к истокам, он взял там, ведь, понимаете, православная иконопись – это Эфиопия, это там Сербия, это Македония, это Грузия, это, если вы в Барселоне увидите музей каталонского искусства, то будьте потрясены вот дороманской живописью или прероманика, или началом романики. Если вы увидите коптские иконы, то они тоже прекрасны, на самом деле, потому что они молитвенные и немножко непривычные для нас. Но весь этот путь, включая Рима, нужно пройти, потому что и только тогда вы сможете стать, разумеется, молясь, разумеется, пребывая не просто в церковной ограде таким захожанином, а пребывая в ней духовно, в церковной ограде, желательно. Но ведь наши иконописцы, многие из них священники, многие как священники стали, то есть они свою жизнь связали, вот как имена, которые я называл. Часто пополняются хорошие иконописцы из среды профессиональных художников, но они сердца свои тоже отдали Богу, молитве. Они, может, не в монастыре находятся, но относятся серьезно, переживают этот образ. Поэтому им удается раскрывать такие стороны, которые, вот я как говорил, мы не должны чувствовать границы и преграды, когда мы смотрим на икону и молимся. Иначе приходится глаза скрывать, представлять себе что-то другое, когда смотришь. Вот вы очень согрели мое сердце невольно, заговорив о коптской иконе. Я просто с очень большим каким-то таким и вдохновением, и изумлением познакомился относительно недавно вот с коптскими иконами, и был буквально потрясен. Вот эти вот огромные глазищи, да, вот просто смотрящие, пронзающие тебя, так сказать. И в то же время вот эта вот какая-то детская наивность, то есть совершенно потрясающий симбиоз. Как ясность формы, а такая простота. Да, вот. И в то же время очень большое, конечно, отличие, допустим, от нашей, от русской иконы. Вот можно еще несколько слов вот о иконе коптской? Ведь, ну, как бы с коптами мы не имеем литургического общения и так далее. Но вот глядя на эти образы, понимаешь, что люди живут очень насыщенной и высокой духовной жизнью. И вот как вот это все, так сказать, соотнести? Ну, наверное, так и соотнести, потому что копты, то есть египетские христиане, египтяне-христиане, они с самого детства становятся воцерковленными. Если вы видели, ну, общались с ними, то у них, когда рождается мальчик, на нем стоит крестик. Татуировочку. Да, вот здесь вот. Такой небольшой. То есть это первое такое его крещение. И поэтому они очень собраны и очень берегут свою культуру. Я однажды увидел одну икону, ну, уличный торговец просто, но видно, что он молится. Вот у него несколько иконок лежало, я купил святителя Николая. Так до сих пор стоит у меня в келье, и он меня впечатляет, хотя очень такой, ну, как мы сказали бы, примитивный. Я думаю, тут дело в их просто преданности, такой внутренней православия, это на уровне генетическом каком-то. И поэтому вот у них совершенно... Вы когда побывали в Ковском монастыре, если были в каком-нибудь там... Почти во всех. Да, во всех. Вот, тем более, видели же, да, как они молятся, как... Там многие вещи делаются в простоте, и эта простоте соответствует ее восприятию. Но вот там удивительная пластика, если вы заметили. Часть стен пустая, да, бывает, а часть стены так изящно очень расписана. Но вот это изящество такое аскетическое, оно сроднее их образу. Там они мусиком ходят, ведь очень холодно утром. Но во всем, я... Мне тоже очень нравится Ковская. Я бы почерпал из нее. Мы не можем пропорции повторить, да? Не можем делать такие большие головы, там вот как будет наивно и просто неудобоверимо для нашего восприятия. Но вот по силе их, по чистоте, так сказать, пространство, которое там есть, по пластике, такое выразительное, вот это может быть тоже освоено и взято. Но это все, понимаете, же должно сливаться. Это процесс, длинный процесс освоения. А как вот относиться к иконам, которые написаны или вырезаны, например, заключенными? Ну, не знаю, надо их поблагодарить за это, очень хорошо. Они-то, наверное, если... Они там много поделок делают разных заключенных. Поделки, да, всякие шкатулочки и так далее, это понятно. Да, шкатулочки. А вот когда икону, насколько вот эту икону можно использовать вот в молитвенном обиходе? Ну, я думаю, что в чьем молитвенном обиходе? Если это в храме, то, я думаю, все-таки, если она... Ну, нужно это очень строго оценивать, и не всякая икона для храмового обихода может быть применена. Может быть, это был акт такого молитвы даже для этого человека, акт покаяния, скорее, и к которому нужно относиться, отнестись как вот к душевному какому-то движению, тонкому, и где-то она может быть в частной, где-то в доме, там... То есть в доме это вполне приемлемо, да? Ну, наверное. А вот иконы, выполненные полиграфическим способом и писанные иконы, вот между ними какая-то разница есть или нет? Ну, конечно. И вот дома все-таки что лучше иметь? Вот большие иконостасы бумажных икон, или, может быть, несколько иконок написанных? Трудно дать рекомендации. Слезы человек может лить и перед бумажными, но я, конечно, бы точно имел бы лучше, там, две-три писаные иконы. Может быть, это старые, реставрированные. У меня так, в Келле, там просто маленькие иконки. К сожалению, не все вопросы заданы не только, так сказать, зрителям, но и те, которые, так сказать, я в программе готовил. И в завершении, Владыка, традиционно мы просим вас преподать свое архипастерское благословение и какое-то, сказать, напутственное слово нашим телезрителям и радиослушателям. Ну, я, конечно, хотел бы быть для всех своих прихожан, для всей епархии, для своей и для всех, кто, для всей нашей российской пасты, нашего патриарха. Хотел бы пожелать всем обильных благословений от Господа, прежде всего, чтобы сердце ваше билось в унисон со всей церковью, чтобы оно, как говорится, не заплывало жиром, чтобы оно трепетало от общения с Богом, с храмом, и чтобы это выражалось в делахах. И больше всего хотел бы пожелать терпения всем, потому что в наше время быть смиренными, это может быть для совершенных, но терпеть друг друга – это очень важно, потому что это терпение как раз рождает потом и сострадание к другому человеку. И вот сострадать друг другу, мне кажется, это самое важное. То есть мы тогда обретаем почву под ногами для дел хороших. Вот хотелось бы, чтобы пастыря несли Слово Божье, чтобы это Слово согревало людей и постоянно не сходило бы, не заходило бы за кулисы, как говорится, было бы на всяком месте присутствия нашего, чтобы мы все свои поступки соразмеряли с Божественной правдой. Это и будет тогда нашей жизнью с Богом. Спасибо, Господи, Владыка, за интересную такую содержательную беседу и церковной архитектуре, и искусстве, и о духовности. Ну да. Спасибо, Господи. Спасибо. Я надеюсь, что мы еще с вами будем встречаться в этой студии. Готов. Готов встречаться. Спасибо, Господи. Всего доброго. До новых встреч. Слава Богу, Сыну и Святому Духу, и ты, и, 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 и. Слава Богу, Сыну и Святому Духу,